Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня презентую вам новый дом. Этот дом находится в коттеджном поселке Юбилейный. Это практически на Боровском шоссе в 20 километрах от МКАД. Боровское шоссе находится между Киевским шоссе, извините, и Минским шоссе. То есть получается, здесь доступ к трем шоссе, что делает это место очень удобным с точки зрения транспорта и доступности. Здесь буквально через дорогу от поселка Большой Перекресток, в нескольких сотнях метров клуб Александр с ресторанами, зонами отдыха и так далее. Здесь можно и до школы доехать, и до платной дороги. То есть такое хорошее место, оно обжитое. Здесь примерно 200 домовладений, есть гарс. Комфортное для жизни место в Новом Москве. Общие сведения о нашем объекте. Это типичный представитель частного дома, построенного в нулевые годы. В хорошем смысле этого слова. Да, он немножко, может, морально уже не такой современный, но у него есть такие достоинства, которые сейчас уже трудно повторять. Это касается и размеров, и материалов. Итак, дом за моей спиной. Он выполнен из кирпича, облицован таким рваным камнем. Его площадь немного меньше, чем 600 квадратных метров. И на участке есть еще полноценный большой гараж около 50 квадратных метров. На втором этаже на этим гаражом находится квартира персонала с большой спальницей, с узлом. Также на участке есть большая около 36 квадратных метров беседка в стиле дома, крытая, каменная. Вы видите, сам участок имеет площадь 22,6 сотки. Большой участок, он из двух состоит юридически. Здесь и газон, и около 15 взрослых елей. И вот такая детская деревянная сложная площадка. Большая парковка, чуть ли не на 10 автомобилей перед домом. Кроме того, что есть гараж на два автомобиля. Также есть еще довольно большой хозблок и навес около 30 метров для всякой техники и других нужд. Когда я говорю о стилистике и подходах нулевых годов, я имею такие добротные ценные вещи, как крепкие стены надежные, большие просторные комнаты и санузлы, дорогая сантехника большого размера джакузи, испанско-итальянская плитка, много массива дерева и шпона, ценных пород дерева в отделке, бассейн большой с противотоком и другие опции, которые свидетельствуют о больших затраченных средствах на подобные дома. У этих домов есть поклонники, которые ценят достоинство добротности и качество материалов. Пойдемте в дом, я вам подробнее все покажу. Мы поднимаемся в дом по этой хорошо сделанной лестнице с клинкиными ступеньками и дом начинается, как и положено, с тамбура. Мы в холле дома на первом этаже, его площадь 25 квадратных метров, здесь потолки около 3 метров, по-моему 2,90 и вот здесь такие световые фонари, отделанные деревом и шкафы из массива дуба. В доме мы увидим дальше лестница из массива дуба, шкафы и другие панели. Вот только столярка в доме из массива дуба в те времена, более 10 лет назад, обошлась в 100 тысяч долларов. Из холла мы попадаем в большую гостиную с эркером, переходящую в кухню-столовую. Обратите внимание, во всем доме вот какой красивый, красивая доска из массива дуба. Это дорого, красиво и надолго. На потолке у нас здесь кессонный потолок и в кухне-столовой установлена красивая кухня из массива вишни итальянская, с фарфоровой фурнитурой. Здесь дорогая техника, вот известная марка Ильве. Духовка, плита и другая техника. И отсюда же есть выход на террасу около 15 квадратных метров, ну и столовая гарнитур. Санузел первого этажа 11 квадратных метров, большая джакузи, биде, унитаз, две раковины, премиальные марки сантехники Якоб де Ларкон, Рока. Также в доме еще есть Вильроенбог, санузел с окном, испанско-итальянская плитка. Пойдемте дальше. Обратите внимание, во всем доме очень красивые двери. Это итальянские двери, шпон дерева Мирбао. Каждая такая дверь стоит несколько тысяч евро. И она очень долговечная и красивая. На первом этаже расположена также еще спальня, есть 15 квадратных метров. А мы сейчас заходим в зону бассейна. Отделанные пробкой стены, парная с электрической печкой Харвия, душевая кабина и большой скиммерный бассейн 6 на 4 метра с противотоком. Бассейн отделан мозаикой, а на стенах декоративная штукатурка. Много окон, здесь светло. Вот по этой красивой дорогой лестнице из массива дуба, широкой, с удобными ступеньками, стены по бокам отделаны тоже панелями из массива дуба, мы поднимаемся на второй этаж, основной жилой этаж дома. Структура второго этажа вполне традиционна. Здесь есть большой зал более 30 квадратных метров с окном и расположены четыре спальни. Две спальни небольших, вот одна из них, ее площадь около 14-15 квадратных метров. Здесь тоже красивая хорошая мебель, это детская спальня. Еще одна небольшая спальня такого же размера. Третья спальня имеет площадь около 24 квадратных метров, она тоже детская, видно здесь проживала девочка, красивые девичьи обои, эркер, здесь светло и хорошая мебель. Санузел второго этажа, общий санузел, он похож на санузел первого этажа, здесь еще большего размера джакузи, тоже унитаз, биде, хороших европейских марок, большое зеркало и вот здесь не хватает, нужно установить Майдадыр. Мы в главной спальне дома, мастер спальни, ее площадь почти 40 квадратных метров и у нее есть собственная такая гардеробная, довольно уютная, а также есть собственный санузел, в котором есть унитаз, биде, Майдадыр и вот здесь еще не хватает, можно установить душевую кабину, все обе подготовлены. Мы на мансардном этаже. Высота потолка здесь от метра двадцати в нижней части ватиковой до 330 сантиметров, здесь вполне комфортно находиться. Здесь общий зал с мансардными окнами и с вертикальным окном, очень уютно здесь, площадь примерно 55 метров. Кроме этого, на этом этаже есть две большие просторные спальни. Спальня примерно 24 метра, в которой есть гардеробная сзади, очень уютная спальня с мансардным окном. Видите, здесь весь этаж обшит деревом. И вторая спальня, здесь площадь более 30 квадратных метров, также есть гардеробная, есть мансардное окно. Использовать его для членов семьи, для гостей решать хозяину. И санузел, довольно большой санузел, здесь сложная многофункциональная душевая кабина с массажем, с музыкой. На трех надземных этажах мы насчитали семь полноценных спален, четыре просторных санузла, другие помещения. А сейчас мы спустились в цокольный этаж дома. Достоинство этого этажа в том, что он довольно высоко над землей расположен, верхняя его часть. Вы видите, по всему этому этажу много окон, дающих здесь вполне полноценный свет. Мы находимся в холле, его площадь более 50 квадратных метров, здесь много шкафов. И кроме этого, на этом этаже расположены вот такое огромное помещение, которое может использоваться как бильярдное, как тренажерный зал или как и бильярдное, и тренажерный зал, потому что здесь 75 квадратных метров, потолки есть примерно 2,40-2,50, есть вытяжки, здесь вполне комфортное для нахождения помещения. Ну и как это часто бывает, на цокольном этаже расположены такие традиционные помещения, как постирочная гладильная, здесь есть техническая мойка, стиральная машина, много места для полок разных. И котельная. Котельная здесь такова, что здесь есть два независимых друг друга котла, это очень хорошо. Это 100 киловаттный котел Висман и 60 киловаттный котел Бакси. Он энергонезависимый, даже если включается электричество, он продолжает работать. Большой бойлер, по-моему, 300 литров, тоже Висман накопительный, система очистки воды. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на наш канал. Будем рады вашего внимания. Всего доброго!